Давайте посмотрим, что у нас происходит с биткоином. К сожалению или к счастью, для кого как, но биткоин все-таки прошил, пробил это сопротивление, 20-недельное скользящее. Мы увидели, что неделя открылась и биткоин уже отдаляется от 20-недельной скользящей. Мы уже в районе сейчас 46 300. И это был предпоследний рубеж для того, чтобы каким-то образом биткоин остановился и пошел на локальную коррекцию, но этого не произошло. Все выходные шла борьба с этим 20-недельным скользящим. Я в наш маленький чат вам кидал много материалов, скриншотов, какое развитие событий я ожидал. Если помните, то я ожидал вот что-то вот такое. Этого не произошло. Это был предпоследний рубеж. Мы отдаляемся все выше и выше. Давайте теперь посмотрим на последний рубеж. Это синяя линия. Это 200-дневная скользящая. Вы ее тоже видите. Она тоже была пробита вчера, сегодня. Возможно, это будет ложный пробой, если мы опустимся. Но это уже последний рубеж, чтобы остановить биткоин и увидеть какую-то локальную коррекцию куда-то вниз до уровня 40, 39, 38. Я в это еще продолжаю верить, потому что биткоин однозначно перекуплен и накачан. Люди сейчас пребывают в эйфории, так как это было с конца прошлого года. Я пока во все это не верю. Я придерживаюсь своих правил и своему техническому анализу. И я надеюсь, что вот это возможен ложный пробой. Ложный пробой может быть, если кто знает, либо же одной свечой, либо же двумя. Если мы увидим вот такое движение 200-дневной скользящей, и мы увидим вот такие вот вещи, то это не пробой, это распил, и нас здесь распилят пополам и заберут все наши деньги. Меня выбило по стопам, потому что я все выходные шортил, но все стопы были плюсовые, потому что я в ручном режиме их передвигал и примерно закрывал все свои неудачные шорты в полпроцента плюс, в 1% плюс, 2% плюс. Все, из биткоина я вышел, и на биткоин я вообще больше внимания не обращаю. Кто хочет включиться в эту гонку и запрыгнуть в этот поезд, рекомендую не спешить, потому что рынок очень волатильный, на рынке все очень быстро меняется. Я пока от биткоина отдаляюсь, и почему я вам говорил на прошлой неделе, что на биткоине уже очень сложно будет сделать 5-10 иксов, потому что если мы давайте возьмем цену не 45 тысяч долларов, а допустим возьмем 40 тысяч долларов, как будто биткоин сейчас стоит 40. Чтобы сделать 5 иксов, биткоин должен вырасти до 200 тысяч долларов. Заходить на таких значениях, как сейчас, лично я точно не буду. Я буду выбирать фундаментальные альткоины, которые мне интересны, которые несут за собой технологии, и у которых не легенда какая-то, что они там что-то разрабатывают, у них какой-то свой новейший супер-блокчейн, реальные проекты, которые выпускают реальные продукты, за которыми стоят технологии. Вот именно в такие фундаментальные альткоины я буду заходить, которые могут сделать от 5 до 20 иксов еще в этом цикле, который еще не закончен. Но этот цикл подходит к концу, времени остается все меньше и меньше. Примерно ноябрь, возможно начало следующего года, и мы увидим завершение этого цикла. Поэтому, кто не купил биткоин на уровне 30 тысяч, 29, 31, 32, и сейчас пытается запрыгнуть в этот поезд, вы это можете попробовать, если у вас вообще нет биткоина, и можете заработать, допустим, плюс 50, плюс 100%. На самом деле, сколько трейдера, столько мнений. Вот я вам сейчас хочу, пока мы в эфире, в лайфе, показать небольшую интригу и ту картинку, которую я вам скидывал три недели назад. Сценарий пошел именно по этому. Значит, смотрите, здесь мы видим индикатор Боллинджер, то есть это те же самые средние скользящие, только настроенные немножко по-другому. И вы видите, что произошел отскок от фиолетовой линии, и цена потихоньку двигается вверх. И тем самым, что, значит, все это… Так, сейчас еще раз покажу. Еще раз сделаю демонстрацию. Значит, смотрите, вот она у нас идет. Видим, да, то, что здесь используется несколько индикаторов, объемы, как всегда, MICD, индикатор, который тоже нам показывает, и, значит, индикатор Боллинджера, да. То есть здесь мы изначально видели, то есть как идет расширение Боллинджера и ловили вход на откате. Поэтому, ну, естественно, у меня все позиции были в лонге, но ни на биткоине, ни на альтах. Поэтому мы словили очень хорошие иксы на альтах. Скрины мы вам скидывали тоже в чат, и это только может нас как бы радовать. Поэтому, а все остальное мы сейчас вам покажем, и Олег расскажет в зуме, да. А еще раз хочу обратить ваше внимание, сколько трейдеров, столько мнений, столько анализов. Поэтому, и плюс еще можно подключить другие индикаторы, которые вам покажут очень разные вещи. Значит, здесь мы ждем, конечно же, фундаментальный анализ. Мы ждем, я лично жду тоже отката. То есть должна цена откатиться в любом случае. Поэтому все, практически все позиции, которые были, они перетягиваются или же закрываются часть в плюсе. И ждем, конечно же, чтобы по новой двинуться вот в это интересное движение, ждем интересных моментов для входа. Для этого есть индикаторы, для этого есть разные фундаментальные новости, анализы. И все вот это вот то, о чем мы говорим и рассказываем в зуме. Так что присоединяйтесь. Алик, пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте, Сандро, спасибо. И те, кто к нам в зум не придет и побежит по своим делам, давайте я вам кое-что покажу. И на этом с вами попрощаемся. Кто пытается заскочить в этот поезд и поучаствовать в этой гонке с биткоином, это все понятно, но хочу показать то, что буду делать я. Итак, я вам уже говорил на прошлой неделе и две недели назад, и в июне, и всем людям, которые приходят в зум, я говорил, что нужно инвестировать в фундаментальные альткоины. Один из таких альткоинов – это Polkadot. Я его рекомендовал покупать нашим людям, когда он стоил от 11 до 13 долларов. Сейчас он уже сделал 100%. Сейчас он уже около 21 доллара. За месяц сделать 100% – это очень хороший показатель. Это намного прибыльнее, это намного доходнее, чем вы сидите ночами, какие-то изучаете графики, что-то там рисуете, торгуете, теряете, приобретаете. То есть это такой цикл, в котором вы крутитесь, как белка в колесе. Это очень тяжело. Это бьет и на зрение, и на психику, и на здоровье, и на спину, и на попу. Поэтому не повторяйте моих ошибок, не сидите за компьютером по 18 часов в сутки, а инвестируйте в фундаментальные монеты, которые несут за собой технологии, и забирайте свои проценты и иксы. Итак, Пал Кадот, основателем этой системы, Гевинг Вуд, это тот человек, который с Виталием Бутериным, вы его, наверное, многие знаете, они разрабатывали эфириум. Но вы знаете, что эфириум, он, начиная с 2015 года, у него всегда были какие-то проблемы, масштабирование сети, транзакции, блоки и так далее. И Гевинг Вуд, он учел все эти проблемы, которые существуют в эфириуме, и он разработал со своей командой новый блокчейн, это Пол Кадот. Итак, что же такое Пол Кадот? Это, можно сказать, блокчейн блокчейнов, то есть идея соединить различные блокчейны, блокчейны такие, как биткоин, эфириум, тезер и другие, для того, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом. Какие же есть составляющие в этом блокчейне? Это связующая сеть, это парачейны, это мосты. То есть все взаимодействовано, и новым блокчейном, новым компаниям, которые создают свою какую-то технологию, свои продукты, им не нужно начинать все с нуля, потому что когда какая-то команда занимается какой-то разработкой, в первую очередь они разрабатывают блокчейн и заботятся о своей безопасности. Вуд все это учел, и все это заложено уже в полкодот. И вот сейчас вы можете видеть на этом слайде, то, что находится у нас в центре, это блокчейн полкодота, а вот то, что за серой линией, это парачейны. То есть, допустим, возьмем чейн-линк, вы, наверное, многие знаете, с Андровневой инвестирует. Так вот, чтобы присоединиться вот сюда, как показано на слайде, то нужно этому проекту, так сказать, выиграть тендер или аукцион, чтобы присоединиться и стать парачейном в сети полкодот. И для того, чтобы занять свое место вот здесь, а мы видим здесь много-много-много проектов, которые уже присоединяются, то есть для того, чтобы попасть в экосистему полкодот, нужно выкупить определенное количество токенов дот, там, допустим, на 40, на 60 миллионов долларов. То есть, и если таких проектов множество, допустим, 50, 100, 200, а это будет экосистема расширяться, то это означает, что большая часть токенов, она не в рынке, она залочена у вот этих вот парачейнов. Давайте понятным языком говорить, у этих компаний. Поэтому те токены, которые на биржах разбросаны, их меньшее количество, чем залочены у парачейнов. Это дает, это дает, так сказать, не дает возможность пролить эту монету, то есть она всегда будет пользоваться спросом. То есть, полкодот за вас уже сделал блокчейн нового поколения, то есть это, можно сказать, ядро. Если вы разрабатываете свой блокчейн, вам уже не нужно думать о безопасности, еще о чем-либо, вы просто присоединяетесь, становитесь парачейном экосистемы полкодот и занимаетесь уже разработкой своими технологиями и так далее. Вот что такое экосистема полкодот. И давайте теперь посмотрим на график, что происходило в этом цикле с полкодотом. Полкодот – это не какой-то старичок, это довольно-таки новая монета и технология. Это проводилось ICO еще, по-моему, 3,5 года назад, где можно было у определенного количества людей купить этот токен по 10 центов. Но когда ICO закончилось, то год назад можно было купить этот токен по цене, по-моему, 1,3 доллара. Не на всех биржах, да. И когда началось это ралли с биткоином, и биткоин пошел стремительно вверх, многие альткоины побежали, полетели на Луну, и максимальная цена полкодота составляла 50 долларов. И затем, когда биткоин пошел на коррекцию, конечно же, и вся альта пошла на коррекцию, и полкодот также упал и достигал цены, как я уже сказал, 11-13 долларов. На данный момент, то есть на сегодня, вот сейчас, 10 минут назад, он около 21 доллара. То есть, давайте смотрим дальше. То есть, монета полкодот потеряла в цене от пиковых значений до локального дна 78%. Сейчас мы видим, что биткоин начал восстанавливаться, хочет полететь на Луну, и многие альткоины также разворачиваются и идут вверх за биткоином. О чем это говорит? Так как полкодот – это не какая-то шляпа, это технология, это невыдуманная легенда, то есть это очень серьезный блокчейн, и он дает возможность взаимодействовать своим партнером, то есть парачейном между собой. То есть это очень технологичная вещь, и команда, которая занимается разработкой этого блокчейна и разработали, им, конечно же, хотелось бы, чтобы их токен, либо же альткоин, он всегда рос в цене. И за счет чего полкодот будет расти? За счет того, что множество стартапов, они хотят присоединиться в экосистему полкодот, и они присоединяются. Я вам потом в зуме покажу, какие именно. И так как их становится все больше и больше, это все будет влиять на рост токена дот. И если, допустим, мы возьмем 100 таких проектов, то только, допустим, 10 или 5 смогут включиться и быть в экосистеме полкодот, потому что у полкодота есть определенные условия, то есть это нужно выкупить определенное количество токенов и, допустим, залочить их на два года. И мы тоже можем участвовать в этом. Каким образом? То есть открылся новый проект. Давайте новая компания, проект блокчейн. Но у них нет денег. У них есть, допустим, серьезная задумка, серьезная команда разработчиков, и они хотят быть в этой экосистеме. Но у них нет денег пока, чтобы эти токены купить и залочить. И вот такие пользователи, как мы с вами, мы можем отдавать вот этим новым компаниям, новым блокчейнам свои токены DOT под блокировку либо же на 6 месяцев, либо же на 1,5, либо же на 2 года. Но взамен они дают нам свои токены. Вот такие, например, как плазмы. То есть если мы отдаем свои токены, то мы должны что-то получить взамен и пользоваться этим в течение, допустим, 2-х лет, 1,5 лет, пока наши DOT у той команды разработчиков, которым мы их отдали. То есть они такой собирают пул для того, чтобы быть в экосистеме Polkadot. И вот эти токены, которые мы получаем от новых проектов, команд, мы можем ими торговать, зарабатывать, не торговать, а на них сделать проценты и иксы. Когда у них там заканчивается, давайте, грубо говоря, контракт, там 2 года, все эти токены разлачиваются и возвращаются обратно тем пользователям, кто участвовал в этом пуле. идем далее. 21 доллар сейчас цена Polkadot. Лучшая цена для покупки будет в районе от 6 до 7 долларов. То есть, если вы покупаете сейчас по цене 20 долларов, а я это сделал вчера, то у вас всегда должен быть стейблкоин, USDC, либо же USDT, для того, чтобы, если мы увидим коррекцию альткоинов, для того, чтобы у вас была возможность докупить token DOT. Допустим, сегодня он 21, завтра он 15 или там 17, через там неделю-две он 8-10, то есть, мы можем потихоньку расставить сеточку вниз, допустим, от 20 до 6-7 и тем самым мы усредняем свою точку входа и у нас, допустим, средняя цена закупки этого токена, она у нас будет примерно, если мы сегодня начнем покупать и будем усредняться до 6-7 долларов, то примерно это будет у нас 9-10 долларов средняя цена закупки. Я вижу в этом токене очень большую перспективу и это очень серьезный блокчейн, это блокчейн блокчейнов, это так же самое, как говорят, успешный успех, но только наоборот и без кавычек. И смотрите, как я уже сказал, что может произойти, может произойти коррекция, как вы видите на данном графике, и район 6-7 долларов, это будет идеальная покупка, идеальная цена для покупки. И вы знаете, что любой инвестор, не трейдер, а инвестор, он должен диверсифицировать свои риски. Поэтому я вам уже много раз говорил и рекомендовал, что вы должны направлять свои деньги, свои средства, свои инвестиции в разные направления. Поэтому если мы берем крипторынок, это должны быть фундаментальные монеты, как полкодот, космос, салана. Я вам их говорил на протяжении трех месяцев, ребята, это то, что мы должны иметь. И также терра-луна. Поэтому я вам желаю диверсифицировать, не забывать делать это, потому что если один, допустим, из пяти проектов, куда вы проинвестировали свои деньги, если он выстрелит, то даже если вы остальных четырех потеряете, то один, такой, как, допустим, полкодот, либо же атом, если он выстрелит, то это будет очень серьезно на 10, 20, 30 иксов. Поэтому кто не является трейдером, либо же начинающим трейдером, а просто инвестором, набирайте позицию, покупайте токен полкодот и рассчитывайте на время 1-3 года. И вы увидите, что полкодот будет стоить от текущих значений, то есть от 20-21 доллара полкодот будет стоить 100, 120, 150 долларов. Это намного больше иксов, чем вы сейчас будете поддаваться эйфории и бежать за биткоином и скачать в этот уезжающий и уходящий поезд и боитесь недополучить какую-то прибыль. В биткоине вы этого точно не получите. Вот что мне хотелось сказать об одном из фундаментальных проектов, на которые я делаю большие ставки, я буду в нем участвовать, а в следующий раз мы с вами разберем токен Атом, проект Атом, команду Атом, то есть если Полкодот это блокчейн блокчейнов, то Атом Космос это интернет блокчейна. На этом у меня все, кому было интересно, поставьте лайк и купите себе хотя бы одну штучку Полкодот и поддержите ее 1-3 года и заработайте свои 5-10-15-20 тиксов. Всем спасибо.